В преддверии новогодних праздников благотворительная акция «Елка желаний» проходит по всей России. Её цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Любой человек, желающий сделать добрый поступок, может исполнить детские мечты. Ежегодно на акцию откликаются тысячи неравнодушных граждан, представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица. Каждый год к исполнению новогодних желаний детей присоединяется и президент Владимир Путин. В Сарове акция «Елка желаний» прошла в резиденции Деда Мороза в Ледовом дворце. Три группы Дениса и мой сестра, они загадали компьютерный стул, хорошие научники, фигометрные, фигометрные, которые поздравляют с исполнением желаний. В роли Деда Мороза выступили руководители города и муниципальных учреждений, предприниматели. О своих заветных мечтах написали ребята из малообеспеченных и многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья, дети участников специальной военной операции. Очень рад, что второй год участвовал в этой акции. Всем деткам хочется пожелать самого наилучшего, для Нового года удачи, здоровья, счастья. А себе не пожелать, а себя очень поздравляю с тем, что опять могу почувствовать себя Дедом Морозом. Также в этом году в рамках акции «Елка желаний» появилась новая категория – подарок-сюрприз. Исполнитель самостоятельно выбирает подарок для мечтателя на основе его предпочтений, интересов и хобби. Заявки подавали до 24 декабря мечтатели. Желания будут реализовываться вплоть до 28 февраля. Желания есть материальные и нематериальные. Материальные – это когда ребенок хочет музыкальный инструмент, либо какие-то игрушки. А нематериальные – это побыть в роли машиниста поезда или принять участие в изготовлении, в производстве какого-нибудь мультфильма. «Елка желаний» прошла в Сарове в четвертый раз. За эти годы счастливчиками стали более ста детей. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.